Многие россияне давно выбрали для себя авиатранспорт, как наиболее быструю, комфортную и экономичную возможность перемещения внутри страны. Следовательно, старый стереотип, когда граждане РФ садились на самолет только когда летали в жаркие страны на период отпусков, давно ушел в прошлое. Однако далеко не все россияне знают, какие документы потребуются для перелета по России. Оказавшись в любом из субъектов Федерации, российский гражданин остается в своей родной стране, хоть и вдали от дома, учитывая гигантскую территорию государства, где он может находиться без регистрации на протяжении 90 суток. Это означает, что для путешествий внутри страны гражданину не потребуется ни загранпаспорт, ни визы, ни какие-либо другие разрешительные документы. Если кто-то из россиян собирается посетить Калининградскую область, Сочи, Горный Алтай или другие рекреационные места России, отправляясь из Москвы или Санкт-Петербурга, для осуществления авиаперелета ему потребуются следующие документы, для всех граждан, достигших 14-летнего возраста, потребуется внутренний паспорт РФ. Все несовершеннолетние дети, подданные страны, обязаны иметь при себе свидетельство о появлении на свет. Каждый военнообязанный гражданин должен подтвердить факт, что он не является уклонистом от прохождения службы и предъявить соответствующий документ – военный билет. В противном случае, в призывной период выехать проблематично, также на руках у военнообязанного должен быть обратный билет. Если ребенок путешествует без сопровождения, ему может потребоваться письменное согласие от родителей или официальных опекунов. Либо он должен быть обеспечен контролем со стороны сотрудников аэропорта или авиакомпании. Подобные требования зависят от правил Федеральной авиационной службы, ФАС, и собственных внутренних регламентов перевозчика, поэтому в перелете ребенка одиночки могут и вовсе отказать. В отдельных случаях россияне при покупке билетов или регистрации на авиарейс, могут предъявить загранпаспорт РФ. Важно, в ряде случаев могут потребоваться другие документы, справки о состоянии здоровья для маломобильных групп населения, разрешение от судей, правоохранительных органов, если человек находится под подпиской о невыезде или отбывает условный срок, и прочие официальные бумаги. Со скольки лет можно летать на самолеты, как правило, при осуществлении внутренних перелетов, пассажир садится на борт лайнера, например, авиакомпании «Победа» или «Аэрофлот» в одном городе, а выходит уже в другом, и пересечение воздушных границ других государств не столь важно для граждан, так как из самолета они выходить не собираются, да и не имеют никакой возможности. Однако при путешествии наземным транспортом, на автомобиле, автобусе или поезде, загранник может потребоваться в следующих случаях, когда путешественники летят на отдых или по другим делам в Калининградскую область, отрезанную от остальной России, дорога проходит по территории Латвии или Литвы, являющихся на сегодняшний день странами Шенгена. Это означает, что при пересечении границы всем гражданам РФ требуется загранпаспорт для отметки транзита по территории европейской страны. Если же туристы передвигаются за рулем на авто, они и вовсе обязаны иметь в документе Шенген-типа, а когда путешественники на поезде или автомоторном ТС двигаются из европейской части страны по направлению Комску, они дважды пересекают границу Казахстана. Это вовсе не означает, что при ЖД-перевозках им потребуется заграничный паспорт. Однако во время путешествия на автомобиле, где пассажиры вольны в выборе места остановки, он будет необходим, так как между Казахстаном и РФ нет соглашения о пребывании граждан РФ по общегражданскому документу. Важно, кроме вышеупомянутых случаев, загранпаспорт может потребоваться россиянам исключительно для экскурсионных туров на отдых, в прилегающие к РФ страны. Можно ли беременным летать на самолет и в ФАС сказано, что приобретение авиабилетов на международные или внутренние рейсы возможно исключительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Как правило, это свидетельство о появлении на свет или общегражданский паспорт РФ. Однако в ряде случаев возникает ряд проблем с данными документами по следующим причинам. Паспорт может быть утрачен, украден злоумышленниками или утерян самим его обладателем, а поездка не терпит отлагательств. Если документ утратил действие из-за физической его порчи и внешний вид перестал удовлетворять официальным требованиям госструктур, у паспорта закончился период активности, например, обладателю исполнилось 14, 20 или 45 лет, и он подлежит срочной замене в соответствии с действующим законодательством. Если российский паспорт находится на замене в связи со сменой девичьей фамилии. В случае, если пассажир просто забыл его дома, но уже находится около кассы или в аэропорту. Важно, можно ли летать внутри страны по загранпаспорту. Во всех перечисленных ситуациях, для осуществления внутрироссийских авиаперелетов, гражданин РФ имеет право воспользоваться загранпаспортом, так как этот документ также является удостоверением личности гражданина и в некоторых случаях полностью заменяет паспорт, что дает право пассажиру лететь по нему в любую точку РФ. Авиакасса не имеет права отказать в его приемке при оформлении билета. Однако существует другая проблема. Если авиабилет был оформлен по общегражданскому паспорту, а при регистрации на рейс подданный РФ предъявляет загран, то данные в проездном документе и удостоверении личности не будут совпадать. Следовательно, авиакомпания в такой ситуации откажет в перевозке. Чтобы этого не случилось, гражданин должен приехать в аэропорт заблаговременно, обратиться к представителю перевозчика, объяснить ситуацию и переделать документ, возможно, заплатив какую-то комиссию. Можно ли летать на самолеты с болезнями сердца в жизни граждан случаются ситуации, когда загранпаспорт может потеряться. В таком случае необходимо явиться в УФМС, написать заявление, заплатить штраф, заполнить анкету и дождаться нового паспорта. Однако если документ утерян, а лететь надо уже через несколько дней, за границу вылететь уже не удастся. Но для перелета внутри РФ гражданин имеет право воспользоваться альтернативными документами, общегражданский паспорт, если он имеется на руках. Справка из полиции, удостоверяющая, что человек действительно является подданным РФ и имеет удостоверение личности. Однако не все авиакомпании смогут принять этот документ. В заключении следует сказать, что для авиакомпании, осуществляющей внутренние перевозки, вовсе не имеет значения какой документ предъявляет пассажир, общегражданский паспорт или загран. Важна его подлинность, и чтобы он был активен на момент поездки. Граждане РФ пользуются подобной привилегией, и перелет по России по загранпаспорту не вызывает сомнений.